18 детей пострадали и один ребенок погиб в ДТП всего за две последние недели. С наступлением летних каникул детей, как участников дорожного движения, стало значительно больше и сотрудники ГИБДД усилили меры безопасности. Сегодня в Ленинском районе они провели рейд и в очередной раз заметили. Сами дети хорошо знают правила поведения на дороге, а перебегают в неположенном месте чаще всего со своими родителями. Тему продолжит Анастасия Ваганова. На улице Блюхера перед крупным торговым центром пешеходы то и дело перебегают дорогу вне перехода. До ближайшего светофора меньше 50 метров. Но люди упорно не хотят менять траекторию своего движения и часто буквально тянут за собой детей. Я движу, но все равно идет моя бабушка. При этом сами дети очень хорошо знают правила поведения на дороге. Сначала смотришь налево, направо, если идешь по пешеходу в переходе. Но это еще смотря откуда машины едут сначала. И все же сегодня автоинспекторы на юных пешеходов составляли специальные карточки с именем, фамилией, возрастом и номером школы. Телефон родителей указывается. Место жительского. И данная карточка отправляется по месту заведения его обучения. Сотрудники ГИБДД надеются, что хотя бы педагоги научат детей правилам дорожного движения, раз уж родители подают плохой пример. Вообще мы всегда соблюдаем правила дорожного движения, конечно. Просто сейчас торопимся сильно. Поэтому так. Такие рейды ГИБДД планируют проводить регулярно, тем более летом. С сотрудниками пропаганды на период каникулярного времени, летнего периода времени, посещаются полностью все летние пришкольные площадки, которые есть по территории города Новосибирска. Выезжают они в загородные летние оздоровительные лагеря. Также проводятся непосредственно совещания с директорами, с начальниками лагерей. А вот родители отделываются только профилактической беседой. Такая беспечность нередко приводит к трагедии. Всего за первые две недели июня на дорогах города погиб один ребенок и 18 пострадали. Почти половина из них переходили не по зебре. Анастасия Ваганова, Денис Савинский, Новосибирские новости.